Слоновые пальмы, бамбуковая аллея, редкий мексиканский цериус и многие другие прекрасные растения, оказавшиеся в снегу, вызвали сильное беспокойство у сотрудников Сухумского ботанического сада. Немедля были предприняты необходимые меры. Например, к ряду деревьев были установлены железные опоры, которые не позволили растениям сломаться под толщей снега. Когда такой снегопад пошел, все сотрудники были задействованы, но потом я сказал, чтобы они не трусили, потому что примерзшие были. Снег, когда шел, уже морозило, и тем самым мы могли больше вреда наносить растениям. Я хочу сказать, что снег, который выпал в Абхазии, он более-менее пушистый, легкий снег. Конечно, мы получили ущерб, но небольшой. Особая гордость сада. Итальянский саговник был укутан в специальный материал задолго до снегопада, в начале зимы. Медленно растущее растение нуждается в особом уходе, которым сотрудники сада ежегодно обеспечивают гостя из Италии. Впрочем, без внимания не остаются и королевские кувшинки из Египта. Их, как и ряд других теплолюбивых растений, перенесли в небольшую обогреваемую комнату. Во-первых, во время отечественной войны народа Абхазии у нас сад сильно пострадал. Все тропические растения в количестве до 80 штук наименований растений погибли. Их мы постепенно восстанавливаем. Сама теплица разрушена. На его восстановление огромные суммы нужны. Пока мы не в состоянии. Но мы систематически в весенний сезон высеваем. Потом для демонстрации летом выносим. А осенью опять мы в теплое помещение заносим эти растения. Они в катках. Оказали помощь и патриарху ботанического сада Кавказской липе, которой более трех веков. Шпагатом были закреплены огромные ветки, что, по словам сотрудников сада, спасло древнюю липу. Немного пострадала и бамбуковая аллея. Из-за сильных осадков стройные стволы растений сломались. Но, по словам директора института ботаники Эдуарда Губас, беспокоиться не о чем. Бамбук быстро реабилитируется. И очень скоро на месте сломавшихся стволов начнут расти новые. Анастасия Никонова, Сосрово, Гухава, Абаза ТВ.